Мы что делаем? Я прямо на сноуборде приехал! Доски для сноуборда, защитные шлемы, лыжи и палки. На склоне засечной горы было всё для закрытия горнолыжного сезона. Но главного атрибута праздника всё же не хватало. Ну вот в этом году такая, впервые такая погода, которая, ну, показывает, что снега вообще нет. Ну, для горнолыжников это не помеха. Вот он, чёрт, его побери! Георгий Емельянов нарядился в такой костюм не для того, чтобы шокировать публику. Ему досталась соответствующая роль в театрализованном представлении по произведению Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это очень связано с кузнецом и императрицей. Основная задача, собственно, доставка кузнеца. Этот и почти все остальные наряды здесь не куплены, а сшиты участниками карнавала. В одном из самых узнаваемых выступала Татьяна Матвевнина. Я Оксана, невеста кузнеца. На самом деле этот образ ко мне пришёл в голову не случайно, потому что кузнец – это мой будущий муж. Как и в сказке Гоголя, он за мной также долго ухаживал сначала, и вот мы скоро поженимся. Творение Ольги Кузнецовой позволило ей перевоплотиться в ещё один мистический персонаж. Экстравагантные аксессуары могли показаться довольно пугающими. Ожерелье в виде болотной гадюки, лягушки на перчатках и зелёный мох на ресницах. Хотя сама актриса считает свою героиню вполне безобидной. Просто образ кикиморы. Почему кикимора должна быть страшная и ужасная? Она симпатичная, она милая и симпатичная. Ей немножко скучно на болоте. Строгого сценария у этого представления не было. Сюжет часто менялся из-за импровизации участников. По словам бессменного ведущего торжества Анатолия Галякова, в более холодные весны на склоне горы собирались до 500 человек. Но в этот день из-за отсутствия снега пришло около сотни. Приз за лучший костюм получила Ольга Кузнецова в образе кикиморы. Ей вручили сезонный скипас, билет на подъёмник на одну из горнолыжных троспензы. А исполнительница роли Оксаны, невесты Кузнеца в Акулы, всё-таки получила свои заветные черевички. И, разумеется, они тоже соответствовали стилю карнавала.